Приветствую вас! И существуют такие люди, которые могут управлять своим биополем и менять его, а также могут влиять на биополя других людей. Таких способных к подобному людей достаточно мало, но все же они есть, и вот именно эти люди, делая то, что делаете вы, в принципе могли бы достичь той цели, которую вы, скажем так, не преследуете, конечно, это было бы неправильно сказать, что вы прям преследуете цели, но это люди, которые реально могли бы сделать так, чтобы человек, на которого они направляют свою энергию, как-то мог это почувствовать. В вашем случае, если вы не можете управлять своим биополем, если вы не можете его менять, если вы не чувствуете без биополя другого человека, это либо есть, либо этого нет, то, скорее всего, никакой энергии человек от вас не ощущает. Пожалуй, вы действительно тратите свою энергию, но здесь энергия понимается не как какое-то мистическое представление. Здесь энергия понимается, по крайней мере, в том контексте, в котором говорю я, здесь энергия понимается под усилиями. То есть вы тратите свои эмоциональные ресурсы для того, чтобы следить за вашим бывшим человеком, и эти усилия, они вас опустошают, не дают вам возможности нормально существовать, и самое главное, эти усилия могли бы быть направлены на что-то другое, ну, на что-то более конструктивное, например, на получение каких-то новых впечатлений от вас, или, может быть, на что-то более продуктивное, но в итоге вы тратите свое время только-столько наоборот, чтобы следить за своим молодым человеком. И вот, пожалуй, этот момент, данный момент является самым негативным для вас. То есть, смотрите, какая получается ситуация. Тратная энергия идет только с вашей стороны. И получить эту энергию может тот, с кого она направлена при условии, и стала направлена на него напрямую. В вашем случае ни о каком прямой передаче энергии речи, как я понял, не идет, а значит, и не откуда взяться возможности для человека подчувствовать эту самую энергию. Следственно, не стоит думать и о том, что человек, за которым вы следите в социальной сети, будет подчувствовать, что вы действительно за ним, например, следите. И таким образом не стоит себя, например, обманывать, да, не стоит надеяться, что человек действительно чувствует, что вы направляетесь на него, условно говоря, свое внимание. Это просто самообман. Другое дело, что вы до сих пор не завершили свои отношения с этим молодым человеком. Скорее всего, вы надеетесь на то, что ваше отношение еще можно реанимировать. То есть, вы молодого человека не отпустили. Отношения вы не завершили. И из-за того, что не смогли, ну, правильнее сказать, не из-за того, что не смогли, а раз вы не смогли его отпустить, значит, можно говорить о том, что вы готовы его принять в ночь, если он изъявит желание к вам вернуться. А если вы это сделаете, если вы готовы это сделать, то можно в свою очередь говорить о том, что вы, ну, готовы, например, простить, чем я с вами возбросил и так далее, и так далее. Это может свидетельствовать о том, что вы не очень уверены в себе или что вы зависите от отношений с этим молодым человеком, что является не так уж и правильно, не таким уж верным и, вообще-то говоря, деструктивным, по крайней мере, по отношению к вам совершенно точно. И таким образом, ваш вопрос, значит, ваш ответ точнее на вопрос будет улучшать таким образом, что нет, человек энергии никакой не получает, по крайней мере, ощутимый от вас он энергии не получает. Чувствовать он, что вы за ним следите, он также не может, но вы, только вы, к сожалению, теряете что-то от подобного поведения, потому что живете вы не своей жизнью в данной ситуации, а, как бы, жизнью его. И высказывает вопрос, чем обусловлено ваше такое вот, ну, как, ваше стремление, ваше желание за ним следить, почему вы не можете человека отпустить, что вам еще от этого сделать и так далее. То есть, вот на эти вопросы вам действительно желательно бы ответить. И чем яснее и полнее вы на них ответите, тем, по сути дела, больше будет шанс избавить вас от этого пагубного времяпровождения, которое походит на навесимость. То есть, на самом деле, здесь все достаточно просто. Просто, почему вы следите за ним, чем обусловлено ваше такое поведение, тем, что вы без него не можете. Почему вы без него не можете? Потому что вы в нем нуждаетесь, что вы что-то хотите, не хотели бы от него получить, что это такое, что вы потеряли, когда он от вас ушел. И вот именно это толкает вас к тому, чтобы вновь и вновь надеяться на благоприятный исход хранения ваших отношений, при этом даже не понимая, что, может быть, вы чересчур сильно даже зависите от мужчин. И тем самым, может быть, как раз таки из-за этого он от вас и ушел, потому что вы стали чрезмерно от него зависеть, чрезмерно в нем растворяться. И это не позволило ему чувствовать, что вы, женщина, не позволила воспринимать вас как отдельную полноценную личность, а, соответственно, себя, как такой же полноценного мужчину рядом с вами. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.